Было бы лучше, если бы мой отец из политики ушел и был бы жив. Но он смотрел на мир с доверием и с добром. Именно поэтому он и не верил в то, что его могут убить. Ты чувствуешь себя здесь безопаснее, чем в России? После убийства отца я принял решение в России остаться. Такого, что Антон Немцов чего-то боится, такого не было? Не было и нет. Как тогда сложился твой день, 27 февраля 2015 года? Проснулся я примерно в 12 ночи, и тут мне стали поступать сообщения соболезную. Я стал ему звонить, думая, что это фейк. Развитие страны определяется не тем, демократия или монархия, а определяется тем, кто правит. Если человека хотят помнить и хотят ему приносить цветы, ну не уничтожишь эту память. На тебя сильно повлияли события 24 февраля лично? Мне очень жалко всех людей. Привет всем, это Респиратор Бабушкина, мы в Дубае. 27 февраля годовщина смерти политика Бориса Немцова. В этот день мы со съемочной группой оказались в Дубае и узнали, что здесь живет взрослый сын Бориса Немцова, Антон Немцов. Решили встретиться с ним и поговорить, как прошли эти 8 лет без отца, почему он сейчас живет не в России и чем занимается в развивающемся Дубае. Сегодня мы поговорим с Антоном Немцовым. Фамилия нашего героя говорит за него. Антон – старший сын политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Заказчики убийства не найдены до сих пор. Дело не закрыто. Из бедной машины неизвестные произвели несколько выстрелов в его сторону. Предположительно, можно говорить, как минимум, машинские выстрелы, поскольку на месте происшествия найдено 6 гильз. Вряд ли вы не слышали про отца Антона, по словам многих самого харизматичного политика современной России. Не, ну как еще-то в моем возрасте с ней воевать? Меня хотели женить на внучке Дэвида Рокфеллера. В конце 90-х и начале нулевых Борис Немцов – первый губернатор Нижегородской области, член Совета Федерации, министр топлива и энергетики, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации и член Совета Безопасности РФ. Это было мое непременное условие проведения реорганизации, чтобы земля на страну не уходила. Далее оппозиционер, один из наиболее известных критиков действующей власти, организатор и участник массовых протестных митингов за честные выборы в 2011 году и шествии против военного участия России на территории Украины в 2014-15 годах. Добрый вечер! Свободная Москва! Сын Антон родился в 1995 году в Нижнем Новгороде, затем вместе с родителями переехал в Москву и до недавнего времени проживал в столице. После убийства отца Антон и его родная сестра Дина приняли решение из России не уезжать. Мама Антона – известная пиарщица и журналистка Екатерина Одинцова. В 2015 году она тоже осталась в России, но сейчас предпочитают Москве, солнце Дубая. В Эмиратах Антон занимается подбором недвижимости, развивает личный бренд и помогает иммигрантам с переездом. Ведет спокойный образ жизни, в политике не участвует, нынешнюю ситуацию комментирует мало. Разве что нам весьма лаконично. По отцу скучает, пересматривает старое интервью, вспоминает совместные теплые моменты и продолжает его увлечение. Папино сердце болело за нашу сторону. Ну и еще, что я понял, что люди моего папу реально любили. Сегодня и мы вспомним Бориса Немцова вместе с Антоном и поговорим про новую жизнь семьи оппозиционеров Дубая. Привет, друзья, это респиратор Бабушкина. Мы снимаем в Дубае и сегодня у нас в гостях Антон Немцов. Антон, привет. Здравствуй, Ярослав. Как дела? Все супер, в Дубае плохо не бывает. Солнце дает хорошее настроение. Когда я с тобой познакомился, ты был увлечен криптомайнинговыми проектами. Расскажи вообще про свой путь, кем ты успел поработать. Потому что я знаю, что ты учился в МФТИ. Это, наверное, самый крутой технический вуз, но может быть, один из самых крутых технических вузов в России. И такой скачок из МФТИ сейчас в недвижимость в Дубае до этого крипта. Как твой профессиональный путь начинался? Потому что тебя так или иначе в любом случае сравнивают с твоим отцом, который был политиком. Есть такое. И ты пошел, как я понимаю, вообще от обратного. Не в политику, пробовать самое разное в бизнесе и зарабатывать деньги. Ну, что, с чего хотел бы начать. Мое мнение, что для того, чтобы серьезно заниматься политикой, нужно сначала состояться в какой-то другой области. Например, мой отец до того, как стать политиком, он стал очень мощным ученым, я бы так сказал. И, как говорили, он был физиком близким к гениальности. То есть, остался бы в науке, он бы, возможно, получил бы Нобелевскую премию. По поводу же меня, у меня взгляд примерно такой же, что сначала я хочу состояться в какой-то другой области. Может быть, я в политику не пойду вообще, но хотя бы, чтобы такой вопрос стоял, идти ли туда, нужно сначала состояться где-то еще. Я окончил МФТИ, и за время учебы я, во-первых, помимо изучения научных предметов, я еще изучал и бизнес, потому что я учился на кафедре технологического предпринимательства. То есть, это не совсем скачок в другую область, просто это скачок больше в область бизнеса. Когда я МФТИ окончил, я пошел работать в компанию Битривер. Просто для того, чтобы люди понимали, чем я занимался, хотел бы сказать, что компания Битривер, она занимается тем, что людям продает оборудование для майнинга криптовалют и устанавливает в своих дата-центрах. И это оборудование потом майнит тем людям, кому оно принадлежит. То есть, сама компания Битривер, она ничего не майнит. Майнит клиенты Битривер. Конечно же, люди платят за электроэнергию, когда оборудование стоит в дата-центрах Битривер. И Битривер – это первая компания в России, в этой области, и одна из самых крупных, наверное, в СНГ и в мире. Я там работал директором по маркетингу, то есть, занимался продвижением компании, а также поиском новых клиентов, партнеров и контрагентов. В данный момент я в Битривер не работаю, но я остался хорошим другом компании. И опять же, помогаю людям с организацией майнинга, если им это надо. А вот сейчас занимаюсь, собственно, тем, чем я занимаюсь в Дубае. Как ты здесь оказался и почему? Ну, оказался здесь я, на самом деле, достаточно запланированно. Почему? Потому что мы с женой уже давно хотели попробовать пожить где-то за границей и где-то за границей построить свой бизнес. Хотел бы сказать, почему Дубай, потому что мы хотели пожить где-то именно в теплой стране. До этого ты когда-нибудь жил за границей или это был первый опыт? Ну, это, опять же, вопрос терминологии. Было такое, что я в Америке был 4 месяца. Ну, это light. А сейчас уже по-настоящему. Было трудно переезжать из России сюда. Какие особенности, какие нюансы? Ну, я думаю, что в чем как раз-таки прелесть Дубая и почему многие россияне переезжают из России именно сюда, потому что сюда переехать относительно легко. Это сразу обусловлено несколькими причинами. Первая причина, что в Дубай легко въехать и легко получить резидентство, то есть Emirates ID. Вторая причина, что в Дубае в целом к русским хорошо относятся. И третья причина, она заключается в том, что многие русские люди, они решили, ну, вернее, правильнее сказать, россияне, решили сюда переехать, а так как это создает определенный спрос на русскоговорящие услуги здесь, то, следовательно, легко найти себе работу. Ты сейчас являешься специалистом по недвижимости, как ты сам себя представляешь. По сути, ты риэлтор, да? Или нет? Или это разные какие-то вещи? Ну, на самом деле, я бы себя представил иначе. Я специалист по инвестированию денег в Дубай. Потому что я помогаю не только людям найти недвижимость, что, по сути говоря, действительно риэлтор, да? Но я помогаю людям также открывать банковские счета, брокерские счета и так далее. То есть, помогаю релацироваться сюда. В том числе, помогаю и с открытием компаний. То есть, как бы, больше специалист по инвестированию. Риэлторов, агентов по недвижимости здесь пруд пруди, если честно, очень много. Правильно мыслишь, да. Очень много. Какие успехи вообще, Антон? Сколько ты здесь находишься? Что удалось сделать за это время? Ну, я здесь конкретно риэлторством занимаюсь примерно месяца три. И да, есть успешные саделки. То есть, люди покупают недвижимость. Какое у тебя? Кстати, отдельно хотел бы эту тему раскрыть. Ты хотел с мной поговорить про Дубай в целом. Вообще, вот я вижу философию Дубая. На самом деле, есть два Дубая. Есть Дубай, как Монте-Карло. Есть Дубай, как Нью-Йорк. Хотел бы развить эту тему. Что для многих людей Дубай, как Нью-Йорк, почему? Потому что они сюда приезжают работать, они сюда приезжают делать бизнес, либо новый, либо его релацировать. И также люди сюда хотят инвестировать деньги с целью преумножения капитала. Для этих людей я нахожу либо квартиры для жизни, чтобы они там могли жить сами, здесь работать, либо квартиры, которые инвестиционные, то есть где высокая вероятность увеличения стоимости. Для людей, для которых Дубай – это как Монте-Карло, для них больше подходит недвижимость, которая для сохранения средств. Потому что они тоже инвестируют сюда, но они инвестируют, чтобы свои деньги сохранить. То есть им важно больше сохранить, а не приумножить. Для них, конечно, кто сюда едет тратить деньги и жить роскошной жизнью, для них, конечно, больше подходят шикарные виллы. Это замечательно. Это я тоже ищу людям. Да. Скажи, пожалуйста, ты как свободный агент работаешь или у тебя здесь агентство? Как это происходит? Через Инстаграм ты работаешь? Вот смотри, ты сейчас затронул юридическую часть и фактическую часть. Если мы говорим про юридическую часть, то я работаю в агентстве Reolate Properties. И, собственно, все сделки, они проходят через это агентство. Если же мы про фактическую часть, как я клиентов ищу, то это есть Инстаграм, Фейсбук. И есть еще мои знакомые. Хотел бы сказать, что пока, конечно, большинство клиентов это мои знакомые. Потому что, как ты сказал, риелторов их пруд пруди. Поэтому человеку надо выбрать того, кому он доверяет. А поскольку мои знакомые мне доверяют больше, чем многим риелторам, которых пруд пруди, то, собственно, поэтому они обращаются ко мне. Это знакомые, как я понимаю, которые знают тебя из-за твоей фамилии, какие-то богатые люди, да, здесь в первую очередь? Это люди постарше, там не наши ровесники, условно говоря. Ну, кто-то меня знает через родителей, действительно. Кто-то со мной познакомился, когда я в компании Betriver работал. Кто-то даже через институт такие есть. Ну, почему? Потому что есть те, кто со мной в институте учились. Они хорошо зарабатывают, и их тоже интересует дубайская недвижимость. Сколько нужно денег, чтобы купить такую среднюю нормальную квартиру в Дубае? Ну, опять же, понятие среднее, оно очень такое размытое. Если мы говорим про цену такой достойной однокомнатной квартиры, на мой взгляд, это примерно 250 тысяч долларов. Кстати, важная деталь. При вложении в квартиру от 205 тысяч долларов, человек получает в Дубае двухлетний вид на жительство. Это для многих является целью. Хотелось бы отметить, что этот двухлетний вид на жительство через два года можно пролонгировать снова. И он фактически будет пожизненным. Но есть нюанс, что придется платить порядка 2000 долларов за каждое такое пролонгирование. То есть каждые два года примерно 2000 долларов будет уходить на то, чтобы его продлить. У тебя здесь резидентство? Да. Сложно было его получить? Ну, оно у меня рабочее. Как у работника агентства Reallied Properties. Паспорт здесь получить практически невозможно, да, насколько я знаю? Ну, паспорт получить очень затруднительно. Например, его дали Павлу Дурову. Его дали, насколько я знаю, еще одному человеку, который здесь построил завод. И еще я знаю, что его дали одной женщине, которая хоть и не построила здесь завод, но она здесь жила долгое время, занималась здесь бизнесом. Но в целом, вот если коротко, то здесь, в Арабских Эмиратах, получение гражданства – это решение шейха, либо министра. Ты знаком здесь с шейхами? Пока нет. Но думаю познакомиться. Сложно ли это сделать? Труднодоступны ли это люди, как какие-нибудь российские чиновники, условно говоря? Или тут другой взгляд на такие высокие должности? Это же все-таки неназначенные люди, да? Это рожденные здесь арабы? Ну, как бы сказать, познакомиться с ними – это не так уж и сложно, потому что, например, моя жена, которая тоже здесь занимается недвижимостью, она недавно познакомилась на одном мероприятии с шейхом Шарши. Но мне кажется, что все-таки основная проблема заключается в том, что познакомиться, возможно, легко. А вот стать другом и стать для них уважаемым в их глазах человеком – вот это уже сложно. Какой здесь дух? Какое здесь сейчас настроение? Как бы ты описал Дубай вот сегодня? Здесь время возможностей или это красивая ширма, а на самом деле все фейковое и не такое развитое, как даже в России, может быть? Ну, на самом деле, если описывать Дубай одним словом, вот одним, я бы сказал это слово «рост». И, собственно, как раз-таки настроение здесь именно такое, то есть настроение роста. По поводу того, что действительно ли Дубай развивается, конечно, да, потому что если брать недвижимость, есть один очень важный признак. 60% недвижимости, а то есть 75%, есть разные просто версии, покупается людьми для жизни самим, а не с целью инвестиции. И только 40% или 25% с целью инвестиции. Следовательно, здесь будет благодаря этому рост, вернее, не столько благодаря этому, а сколько это является признаком роста, что люди покупают недвижимость, чтобы жить самим. Ну и также, да, многие люди сюда релацируют свои бизнесы, потому что здесь нет налогов. И это очень важный плюс. Мое мнение, что будущее мира, оно, наверное, за Дубаем. То есть это, наверное, самая перспективная страна в мире. Потому что вот одна моя потенциальная клиентка, она мне позвонила со следующим запросом. Она вообще русская, но долгое время жила в Швейцарии. У нее там гражданство и так далее. Она сказала, вот вы понимаете, как? Хочу переехать в Дубай, потому что в Швейцарии богатых людей налогами просто душат. И вот хочется куда-то, где такого нет. Ну и сейчас мы, собственно, для нее подбираем варианты переезда. Почему? Потому что... Вернее, ну, варианты недвижимости. Почему? Потому что для того, чтобы купить здесь недвижимость, нужно сначала продать замок в Швейцарии. Но в целом суть именно такая, что люди уезжают из Старого Света сюда, потому что здесь нет налогов и здесь высокое развитие. Ты хочешь остаться здесь навсегда? Как ты думаешь? Думаю, что не навсегда. Во всяком случае, я не готов всю жизнь жить в одной стране. Здесь комфортно вообще находиться? Жарко же, нет? Я бы сказал так. Здесь комфортно находиться. Опять же, у всех свои особенности организма. Но если коротко, то комфортно, наверное, с середины октября по середину апреля. То есть та половина года, которая зимняя, здесь она комфортно. Те полгода, которые больше летние, они здесь, конечно, очень сложны, потому что это примерно так же, как у нас зимой. На улицу не выйти, а приходится сидеть в помещении с кондиционерами. Ты был здесь летом уже? Да. Расскажи, как это вот в плюс 50? Ты тут зонтиком передвигаешься или как? А зонтик не нужен. Просто вызываешь такси, ждешь строго в помещении. Когда из помещения выходишь, чтобы в такси сесть, ощущаешь, насколько прям окутывает жара с первых секунд нахождения. Собственно, пройдя до машины порядка пяти метров, садишься и радуешься, как же прохладно с кондиционером. На лето хотелось бы отсюда, конечно, уезжать. У вашей семьи много состоятельных друзей, самых разных. Они поддерживают вас сейчас или нет? Там Фридмана, например, и прочее, прочее. Поддерживают... С связями, я не знаю. Твои начинания. Ты пользуешься связями? Нет. Нет? Я единственное, что хотел бы сказать, что Михаил Фридман, он общался с моей сестрой Диной и был для нее своего рода наставником. Вот такая поддержка есть. В плане поддержки связями и заказами такой поддержки нет. Финансово тоже вас не поддерживают, там никакие... А зачем? А зачем? На самом деле, люди должны сами свой путь строить. Хотел копнуть чуть-чуть в свое детство, какое оно у тебя было? То есть, отбрасывает ли на тебя тень фигуру твоего отца? Это сложно вообще или это наоборот для тебя плюс большой, что с такой фамилией там можно открывать любые двери? Вот с твоей точки зрения. Ну, я бы хотел сказать следующее, что в целом, конечно, это больше плюс, чем минус. Но опять же, это вопрос философии и вопрос, как человек к этому относится. Если человек будет в этом видеть больше плюсов, значит, это больше плюс. Если будет в этом видеть минусы, значит, это больше минус. Но я же просто считаю, что надо воспринимать себя как самостоятельную личность и надо именно стараться строить свой жизненный путь. А то, что есть много хороших знакомых, это, да, безусловно, только плюс. Скучаешь по России здесь? Сколько ты тут, полгода? Ну, я пока не скучаю, но я уверен, что я в Россию обязательно вернусь. Ты хочешь вернуться в Москву или в Нижний? Куда? Ну, думаю... Что для тебя теплее в России? Что в Москву. По той причине, что все-таки мой родной город это больше Москва. Почему? Потому что я в Москву переехал в семь лет. Да, первые семь лет я жил в Нижнем Новгороде, но формировался как личность я в Москве. И это очень важно. Ты сталкивался в Дубае когда-нибудь с русофобией? Или здесь вот строго запрещено притеснение с разных сторон? Я в Дубае с русофобией не сталкивался ни разу. Здесь как раз-таки русских любят. Я отдельно хотел бы сказать про другое. Что, насколько я знаю, здесь даже был такой случай, что один человек на свою машину повесил какую-то русофобскую наклейку. Я не помню точно, какое было содержание, но когда это засняли на видео и послали его в полицию, то человека депортировали примерно за сутки. То есть здесь запрещено любое притеснение кого бы то ни было. И это правильно. Потому что страна, в которой соблюдаются законы, то есть правовое государство, оно должно запрещать любые притеснения. Но здесь же есть тоже ограничения, насколько я понимаю. Тут высказываться про политику нельзя и высказываться про религию вообще лучше тоже не стоит. То есть здесь люди приезжают делать четко бизнес. То есть тут такого какого-то гражданского общества, как я понимаю, не существует. Ну, как бы сказать, мое мнение, что так как в стране правят шейхи, то здесь политика, она, собственно, именно такая. По поводу же высказываний про религии, я считаю, что на эти темы действительно лучше не высказываться, потому что каждый к религии относится так, как он хочет. И зачем высказывать что-то, если это может кого-то задеть? Ну вот здесь монархия, она такая очень эффективная получается. То есть здесь она не застоявшаяся. Потому что развитие страны определяется не тем демократия или монархия, а определяется тем, кто правит. То есть его личными качествами, его моральными принципами, его интеллектуальными способностями. То есть, да, здесь шейхи очень умные, это правда. Когда ты первый раз здесь оказался? Первый раз около года назад. А, ну то есть не так давно. Я хотел поговорить о том, как Дубай меняется, потому что я первый раз здесь был в 2009 году, это аж целых 14 лет назад. И я вижу, что здесь решение принимается моментально. Если этот закон не работает, его сразу меняют на другой закон. Он достаточно, в принципе, гибкая система, но при этом и достаточно очень строгая. Как тебе местная бюрократия? Это сложнее, чем в России, условно говоря? Там документы, бумажки, процедуры и прочее, прочее. Я бы сказал, что здесь с бюрократией особых проблем нет. То есть здесь, да, действительно жестко соблюдаются законы и как бы однозначно, да, здесь правовое государство, но с бюрократией я прям так не сталкивался. То есть здесь, конечно, госорганы, они эффективно работают. Здесь, в Дубае, главное приносить деньги этой стране, насколько я понимаю, потому что банковский счет открыть без денег просто невозможно. Расскажи, сколько надо потратить, чтобы наверняка открыть банковский счет? Ну, на самом деле, открывать банковский счет без денег в этом и нет никакого смысла. Ну, я имею в виду с небольшой суммой там с тысячи долларов это не получится здесь делать. Ну, что я хотел бы сказать. Есть такой банк ФАП, First Abu Dhabi Bank. Хотел бы отметить, что для открытия счета там нужно иметь Emirates ID, то есть нужно иметь резидентство, которое, опять же, дают либо по недвижимости, если купишь, либо по работе, если работаешь. Есть еще другие основания, но это уже тема отдельного... Виза талантов, что-то вроде того. Но, собственно, если коротко, надо иметь резидентство. Для того, чтобы First Abu Dhabi Bank открыть счет, нужно положить на депозит 6 тысяч дирхам. Это примерно 1600 долларов. то есть, да, это не тысяча долларов, но и не две. В принципе, ну, и не 10. То есть, мое мнение, что этот депозит, он, в принципе, ну, больше формальный. Долго сейчас эта процедура занимает? Потому что я слышал от многих наших соотечественников, что это и полгода, и 9 месяцев. Двое суток. Двое суток, да? И то даже, наверное, один день. Потому что я примерно два дня назад одной нашей соотечественнице, Ольге, я помогал открывать счет First Abu Dhabi Bank. Так вот, мы в отделение в Emirates Moli пришли, показали ее Emirates ID, показали ее заграничный паспорт, показали ее Electronic Visa, показали ее свидетельство о собственности на квартиру и показали выписку из российского банка. И ей открыли счет прямо в этот же день. Минусы какие-то тут есть? Что-то тебе не нравится, чтобы ты изменил в Дубае? Мое мнение, что здесь есть только один минус. Жара летом. Вот его хорошо было бы изменить. Но я не думаю, что это возможно. Не знаю, тут такое большое количество всяких эскортниц, каких-то мошенников, скамеров. Вот тебя это не раздражает? Почему здесь такое скопление людей, которые хотят легкой наживы, каких-то вот мутных персонажей? Ну, ты понимаешь как? Если человек не пользуется услугами эскортниц, они его раздражать не могут. Поэтому меня они не раздражают. По поводу же мошенников, здесь ситуация такая, что здесь прям мошенничества откровенного, его мало. Почему? Потому что полиция полиция в случае явного мошенничества она работает достаточно эффективно. Ну, если, например, у человека забрали деньги на что-то и просто с ними исчезли. А вот если мы говорим про так называемое мошенничество, которое в правовом поле происходит, то есть, например, допустим, человеку предложили купить какую-то квартиру, а она стоит на самом деле на 20% дешевле, чем ему ее предложили. И человек официально подписывает договор, официально платит, ему эту квартиру в собственность передают, то есть с точки зрения закона мошенничества нет. Но он купил на 20% дороже, потому что его развели. вот такое есть. Но опять же, чтобы с этим бороться, нужно обращаться к проверенным риелторам, нужно изучать рынок, и нужно, конечно же, проверять договора. Потому что есть такое, что человеку обещали что-то устно, он договор подписывает, думает, что там это есть, а там этого нет. Ну и действительно потом такое бывает, что ему четко по договору обязательства выполняют, но фактически это своего рода мошенничество. Но если коротко мой ответ резюмировать, то в Дубае для того, чтобы не становиться жертвой мошенников, надо проверять договора и самому и с юристом это первое. А второе, что нужно, это нужно сотрудничать с проверенными людьми, которым доверяешь. И самому изучать вопрос. Ты чувствуешь себя здесь в безопасности, безопаснее, чем в России ты себя чувствуешь, потому что я предполагаю, пережить убийство собственного отца в центре Москвы это очень сложно, ужасно и трагично. И я думаю, тебя преследовали какие-то переживания и страхи в Москве. Или нет? Ну, на самом деле, после убийства отца я принял решение в России остаться. Почему? Потому что мне не хотелось тогда из России уезжать, а почему сейчас решил уехать, как я сказал, что мы с женой захотели за границей пожить. Почему я не уезжал раньше? Потому что раньше, ну, в момент убийства отца у меня семьи не было. И один без семьи я за границей не мог находиться. Но, опять же, это не единственная причина. Основная причина то, что сейчас захотелось попробовать где-то себя еще. Плюс еще в Дубае сейчас большой бум, ну, и, конечно, захотелось заработать на этом. То есть такого, что Антон Немцов чего-то боится, такого не было? Не было и нет. Ты копируешь вот такую смелую модель своего отца? Я семь лет после убийства отца жил в России. Не было никаких стрёмных случаев? Нет. Ощущения, что за тобой следя, такой паранойи не было? Не было. Я, кстати, думаю, что за мной, наверное, никто и не следил. Ну, да, я считаю, что, конечно, смелость это то качество отца, которое одно из самых главных. И его надо, конечно, было унаследовать. я, кстати, до конца не могу понять, унаследовал ли я это качество, потому что, опять же, иногда я смелый, иногда нет. но в целом хотел бы сказать следующее, что почему смелость это важно? Потому что человек, который всего боится, ему некомфортно жить. Чаще всего с ним и не случается ничего, но основной риск в жизни это не столкнуться с проблемами, а постоянно себя накручивать, боясь проблем и теряя от этого успех. Это и есть основной риск в жизни потерять успех, боясь проблем. Недавно была годовщина с этого ужасного убийства, ты ее проживал здесь, я видел твое интервью «Комсомольской правде». Как ты сейчас смотришь на это? Известны ли какие-нибудь новые подробности или дело там замяли, убрали на дальнюю полку? Ну, я бы сказал так, ни организаторы убийства, ни заказчики убийства следствием найдены не были. Ну, как бы это все, что я готов сказать на эту тему. Цветы также возлагаются, никого не выгоняют с моста? Потому что я знаю, что бывали проблемы. Ну, в целом, я бы сказал, что, во-первых, цветы возлагаются, и я думаю, что это будет еще долго, и в целом оттуда людей не выгоняют. Ну, как бы бывает разное, в том числе есть и всякие, так скажем, асоциальные элементы некоторых движений, которые занимались уничтожением этой памяти, но сейчас вроде и они притихли. Но вообще память о человеке, ее нельзя уничтожить. Если человека хотят помнить и хотят ему приносить цветы, ну, не уничтожишь эту память. Тебе хватало внимания родителей в детстве? Потому что у тебя и мама и папа, они супер активные люди. Мама Екатерина Одинцова, известная пиарщица, такая рекламщица во многом, бизнесвумен, да, и отец, понятное дело, легенда российской политики. Вот, тебе хватало их в детстве в формировании личности? Ты сейчас по-другому своих детей пытаешься воспитывать? Я бы сказал, что мне безусловно внимания родителей не хватало, то есть однозначно да, потому что оба много работали. Я стараюсь, конечно, своему сыну уделять внимание как можно больше, и, конечно, я стараюсь ему дать больше внимания и больше заботы. Есть такое, что когда внимание родителей направлено на свою карьеру, да, неважно, бизнесовую, политическую, то не хватает сил просто на детей. Такое было? Но я бы не сказал, что не хватает сил, больше не хватает времени. Есть книжка, я недавно узнал о существовании, когда готовился к этому интервью, которую ты написал в 11 лет. есть такая книга. Отцы и дети. Что это вообще? Отцы и дети. Что это за история? Это твоя мама придумала этот пиар-проект, или как это вообще случилось? Расскажи. Ну, я бы не стал называть это пиар-проект, это было вот что. У меня, как у ребенка, у ребенка думающего, были в том ось твои взгляды на жизнь. В 11 лет уже? Да. Да, и в 9 тоже. То есть, в 9 ты уже четко себя понимал, как думающего ребенка? Да, ну вот. И я эти взгляды на жизнь высказывал. Многие люди стали говорить, что хорошо бы это оформить в книгу. И в итоге я книгу надиктовал на диктофон, ее расшифровали, мама отредактировала вместе с бабушкой, ее издали. Я, кстати, не стал бы называть это пиар-проектом, потому что пиар-проект, он всегда для рекламы чего-то. А чего, собственно, этой книгой рекламировали? Ну, это просто вот решили издать мысли ребенка. Кстати, думаю, что эта книга имела для многих людей определенную пользу. Я даже могу сказать, какую. Многие взрослые люди поняли, что десятилетний ребенок это уже думающая личность, к которой нужно относиться соответствующая. И многие люди, как мне кажется, могли немножко изменить подход к воспитанию своих детей. благодаря вот этой книге. Просто, видеть в них личность. Потому что видеть в ребенке личность это очень важно для его воспитания. Отдельно хотел бы сказать, что для очень маленького количества людей, читателей, мысли, высказанные мной там, оказались чем-то совсем новым, изменившим их сознание. Все-таки основная цель была, чтобы взрослые люди поняли, что дети это тоже личность. Ты получил тогда за нее гонорар? Да. 5 тысяч долларов на интернете? И что, на что потратила эти деньги? Ну, мы с мамой на Мальдивы слетали, я компьютер купил еще. ты занимался, насколько я понимаю, помогаешь содействовать в мемориальных табличках памяти своему папе Борису Немцову вместе с Ксенией Собчак отчасти, да? Ну, на самом деле, я бы сказал не так, когда Ксения Собчак пригласила меня на открытии мемориальной таблички на доме отца, я, конечно, пришел и, конечно, ее приколотил. Ну, потому что, раз меня попросили... Не Собчак приколотил, да. Ну, вернее, как, если меня просят поучаствовать в установке таблички моему отцу, то отказываться, ну, это как-то ну, странно, да? На этом мое взаимодействие с ней закончилось. Дальше я там еще как-то содействовал установке таблички в Нижнем Новгороде, но я бы не сказал, что я этим прямо занимаюсь. Перед интервью ты меня попросил не затрагивать тему СВО, политики, я понимаю, что сейчас, наверное, это риски. Вообще, в дальнейшем ты видишь себя политиком или ты хотел бы стать, я не знаю, застройщиком, там, я не знаю, бизнесменом, предпринимателем. Какая у тебя ролевая модель сегодня? Я бы сказал вот как. В течение ближайших десяти лет я себя точно вижу в бизнесе, а не в политике. На тебя сильно повлияли события 24 февраля лично как-то? Ну, ментально или денежно, я не знаю, тебе пришлось что-то поменять вот в своей жизни? Я, наверное, могу сказать на этот счет только одну вещь, что мне очень жалко всех людей. Как бы на этом все, что я могу сказать на эту тему. А тебе жалко, что с бизнесом в России происходит? Типа, был же такой рассвет Москвы, вот можно сказать, был, мне кажется, там до 20, ну, до пандемии вообще было шикарно. Я думаю, что все знают, что происходит. Окей. Какие у вас отношения между братьями, сестрами и вообще сколько их у тебя? Трое, четверо, даже больше кажется. Ну, я бы хотел сказать следующее. С сестрой Жанной мы не общаемся. Собственно, об этом она в своем интервью сказала и сказала, что у нас параллельные жизни. Тут я с ней согласен. По поводу моей младшей сестры Дины, то мы, конечно, с ней друг друга любим, мы много общаемся. Я ее во всем поддерживаю. Если мы говорим про мою сестру Соню, то да, у нас с ней тоже очень теплые отношения, я ее люблю, мы с ней часто переписываемся, общаемся. Просто для тех, кто интервью будет смотреть, я хотел бы пояснить, что с Жанной у нас разные матери, то есть мы рождены от разных женщин, от одного отца. С моей сестрой Диной у меня одна мама, то есть мы и по маме, и по папе, а с Соней у нас тоже разные матери. С Жанной не общаетесь из-за того, что она вот такая активная политическая журналистка, можно сказать, да? Или просто вы как кошка с собакой с детства? Я бы не хотел погружаться в эту тему, но если очень коротко, да, то так просто в целом сложилось. Сложно ли быть братом с таким количеством сестер? Да я бы сказал прикольно. В чем приколы? косички вместе плести я не знаю. Ну как? Интересно наблюдать за их жизнями. Твой отец известен тем, что у него была супер харизма и женщины его просто обожали. Ты такой, мне кажется, более консервативный парень, уже давно женат, уже с детьми в молодом возрасте. Но у меня пока один ребенок. Ага. Ты хотел бы больше детей? Сколько бы хотел детей? Ну я думаю, что должно быть три ребенка, на этот счет есть два объяснения. вернее две причины, почему так на мой взгляд должно быть. Первая причина, что когда ребенок один, он часто вырастает эгоистом. Когда детей два, то у них часто очень большая ревность по отношению к друг другу. Они борются за внимание родителей. когда детей трое, то там ревности уже нет, потому что все понимают, что в целом внимания не так уж и много каждому. И эгоистам никто не вырастает, потому что понимает, что надо о братьях и сестрах заботиться и так далее. И также есть причина вторая, что для того, чтобы человечество не вымерло, на семью должно быть три ребенка. Есть кстати такое значение, сколько должно быть детей на семью, чтобы человечество не вымерло, оно 2,2 ребенка. Но поскольку родить 2,2 ребенка нельзя, то получается надо родить... 2,2 ребенка. 2,2 ребенка. То есть имеется ввиду, что в среднем должно быть 2,2. Но поскольку родить 2,2 ребенка нельзя, может только 3, значит надо 3. Почему 2,2 а не 2? Потому что по статистике кто-то не родит. Исчерпывающее. Это такой МФТ-ичный подход к жизни? Да. Кстати, почему я в МФТ-и пошел, ты у меня об этом спрашивал, да? Потому что я не столько хотел на самом деле однозначно в науку идти, думал возможно потом изменю свой жизненный путь, но я хотел свое мышление выстроить благодаря математике и физике. Я знаю, что в МФТ-и на выпускной особые традиции как-то связаны с топорами. Что-то есть подобное? Ну я бы сказал, что сейчас конечно такого нет. А что это за история вообще? Ну ты знаешь я такого не слышал, поэтому говорить не буду, но с топорами никто ничего у нас не делал. Легенда по-моему в том, что выпускники кидаются друг друга топорами. Какая-то такая вещь. Ты знаешь, люди, которые в МФТ-и учатся, они умные и кидаться топорами они друг друга не будут. Тем больше если так было тяжело учиться, то зачем в итоге убиться, понимаешь? В МФТ-и вообще учатся преимущественно одни мужчины, да, в целом, наверное, я не знаю, сколько у тебя... Большинство, конечно, мужчин. Тяжело вот в таком мужском коллективе существовать сугубо? Ну, у нас там рядом был и филологический институт, там в основном девушки. А где ты познакомился со своей женой? На фейсбуке. Просто написал ей привет, давай встретимся? и с этого началось общение. Как ты понял, что хочешь на ней жениться, делать детей? Сколько тебе тогда было лет? Когда я женился, мне было 22 года, когда родился сын, мне было 23. Как я понял, что я хочу жениться, это очень важный критерий был. Я женился на ней, когда понял, что я могу с ней себя вести абсолютно свободно не стараясь, так скажем, искусственно себя изменять, а быть собой. И она это принимала. Вот тогда я понял, что хочу на ней жениться. У тебя до этого были девушки? Да. Ты был бабником, можно сказать так? Бабником не был, но девушки были. И кстати, предыдущие девушки, они спустя какое-то время отношений пытались меня изменить, говоря мне, что надо некоторые мои качества менять. А вот жена меня приняла таким, какой я есть. Это самое главное. Опять же, можно это назвать любовью, возможно, это и есть любовь, но просто помимо страсти, когда есть еще и полное принятие, это и есть настоящая любовь. Потому что, например, предыдущие девушки, кто-то говорил, что я слишком непосредственный, что я слишком открытый, кто-то говорил, что даже наивный. Открытость в чем это проявляется? Ну, мог сказать человеку в открытую, что я думаю о нем. То есть там нагрубить, как-то послать? На самом деле нет. Зачастую это как раз таки было в том, что я слишком в открытую ему раскрывался сам. Скорее всего, так. Откуда у тебя эти качества? Такие вот открытость? Ну, это больше в папу. Почему? Вот ты сказал, что у отца была харизма, да? А есть нюанс. Харизма невозможна без веры в людей. Как ты думаешь, что бы он сегодня делал? Ну, знаешь, это такой вопрос очень, конечно, гипотетический, что бы он сегодня делал. Но я могу ответить так. Он бы жил в соответствии со своими принципами. Вот это однозначно да. Ну, вам же всей семье досталось от его принципов. Можно же так, наверное, сказать? Вот ты как это рассматриваешь? Есть у тебя допустим обида, что у Фридмана папа миллиардер, а твой шел в политику за своими принципами и там еще что-то делал? Ну, ты знаешь, на самом деле, вот обиды как раз таки никакой нет, потому что у каждого человека у него свой жизненный путь. Но я могу сказать откровенно, может быть, кому-то это не понравится, но я считаю, что было бы лучше, если бы мой отец из политики ушел и был бы жив. Как вариант, занимался бы бизнесом. Но основное это ушел бы из политики и был бы жив. Потому что, как мне кажется, все-таки важней, в том числе и для семьи, было бы себя сохранить. на чаши весов эти принципы иногда очень много весят, да? Да. Ты говорил с ним на эти темы, я видел какие-то цитаты о том, что папа не боится, что это покушение и прочее, прочее. Это же уже было, тебе было 20 лет, когда это случилось. Ну, он говорил, что он не считает, что его могут убить. Ну, и в целом он был готов к рискам. Как тогда сложился твой день 27 февраля 2015 года? Ну, день в целом складывался достаточно обычно. Я общался в тот день с одной девушкой, с которой мы вместе учились в школе, а потом так получилось, что я вечером лег спать, проснулся я примерно в 12 ночи, и тут мне стали поступать сообщения соболезную от очень большого количества людей. И я не мог понять, о ком эти сообщения, почему. Потому что у меня в тот момент мама на самолете летела, и я думал, что, может быть, самолет разбился, она в списке жертв, и это о ней. Это, кстати, была первая мысль. но я в интернете поискал, самолет не разбивался, и потом мне позвонила одна моя подруга и стала мне говорить, Антон, а ты вообще понимаешь, что происходит? Я сказал, нет. Она говорит, ну, посмотри в интернете. Я зашел, но прочитал новое, что отца убили. Я, кстати, в этот момент в это не поверил. Я стал ему звонить, думая, что это фейк. Телефон он не отвечал. Единственное, что хотел бы сказать, что когда я окончательно понял, что его убили, да, то у меня началась такая реакция нервной системы, что меня начало рвать. И в итоге меня рвало где-то до пяти утра. Ну, как? Когда стресс сильный, то все реагируют по-разному. У кого-то сердце, а у кого-то желудок. Ну, такая вот была реакция. Я, конечно, ни на какой мост не поехал. и где-то в шесть утра я лег спать. Почему не поехал? Ну, потому что мне плохо было. А вы с ним общались постоянно, могли друг другу позвонить, там, болтать о чем-то? Да. Как он тебя называл? Я знаю, что у тебя какое-то прозвище было. Было прозвище Долбик, но оно осталось в детстве. Ты смотришь его интервью старое? Да. Какое твое любимое? Ну, я больше смотрю те интервью, которые он давал, будучи губернатором Нижегородской области. То есть это публичные выступления, скорее, да? не последние годы? Почему? Потому что когда он был губернатором, я был ребенком, вернее, правильно сказать, младенцем. И тогда я их не смотрел, смотрю сейчас. А те интервью, которые были поздние, я их видел, еще при жизни отца. Какие у него такие самые крутые качества были, на твой взгляд? Я бы сказал смелость, открытость и искренность. Но он смотрел на мир, конечно, с доверием и с добром. Именно поэтому он и не верил в то, что его могут убить. Фильм «Слишком свободный человек» тебе нравится? Эта картина? Ты смотрел его, Вера Кричевская, документальный фильм? Фильм Веры Кричевской, да, я его смотрел. Я, кстати, очень ей благодарен за то, что она сняла этот фильм. Он тебе симпатичен? Как ты думаешь, там правильно все изложено в этом фильме? Он объективный, на твой взгляд? Ну, как бы это сказать? На самом деле, я скажу откровенно. Я смотрел про отца много разных фильмов, в том числе и фильм слишком свободный человек. И я до конца просто уже не помню, в чем заключался каждый фильм. И не могу сказать, как бы, что в каждом фильме что-то точно правильно, а что-то нет. Но, если я правильно помню, что в этом фильме там разные люди об отце говорили. Я правильно ведь помню? Да, там Фридман еще многие Сама по себе идея дать разным людям возможность сказать об отце в памятном фильме, я считаю очень правильной идеей. Насчет того, правильно ли говорил каждый из этих людей, ну, тут могу сказать, что, наверное, по-своему правильно, но, опять же, не думаю, что прям на сто процентов истина. в Нижнем Новгороде тебя тепло встречают, если ты туда приезжаешь? Вообще да. Там какое-то особое отношение? Вот там, я знаю, Немцов, Немцов очень любили, когда он был там губернатором. Да. Часто меня там узнают разные люди и тепло встречают. Ты моделировал такую ситуацию, если бы твой папа стал президентом России? Ну, такая возможность была. Ну, такая возможность действительно была, когда Ельцин пригласил его в Москву работать. Ты представлял себя на месте сына президента, условно говоря? Я единственное, что могу сказать, что быть сыном президента это очень тяжелая судьба. Я бы даже сказал, что одна из самых тяжелых. То есть, ты бы не хотел быть на этом месте и никому бы не хотел этого пожелать. Ну, это опять же разговор очень гипотетический. Почему? Потому, что тут есть две части вопроса. С одной стороны я не могу сказать, что я бы не хотел, чтобы мой отец был президентом. Почему? Потому, что для него это была жизненная цель. Его смысл жизни. Причем не сама должность, наверное, о улучшении России. Это было его призвание. Как вот, например, у доктора лечить людей. У искреннего. Но, если мы говорим про вторую часть вопроса, насколько тяжело сыну, я думаю, что очень. Почему? Я даже готов описать. Потому, что сын президента, он не может понять, кто к нему относится искренне, а кто нет. Следовательно, есть проблемы с нахождением друзей. Второе. Сын президента не по своей воле сатановится публичным лицом, и за ним везде следят. То есть свободно не поживешь. Третье. Свободно не поживешь и в физическом смысле, потому, что постоянно с охраной. То есть это очень непростая судьба. И мое мнение, что для отца президента очень важно это понимать и как-то помогать сыну. У тебя было это отсутствие свободы и давления такой мощной фамилии, фигуры, проблемы с пониманием, кто твой друг, кто нет? Ты начал это различать когда-то? У меня это было в очень лайт версии. Почему? Потому, что когда я уже был сформированным человеком, отец должностей никаких не занимал и как-то уже все относились в целом. Но все равно была такая рок-звезда политическая, можно сказать. Да, но опять же кто-то хорошо относился, кто-то плохо. То есть были разные люди. А кто-то плохо прямо относился? Ты встречаешь каких-то людей, которые говорят сын Немцова фул? Типа я знаю многие люди у нас ненавидят всяких деятелей оппозиции условно говоря, хотя я бы не какой-то такой ярый был оппозиционер, но ты встречаешь на себе вот этот негативный какой-то эффект? Ну, на самом деле, чтоб прям ко мне негативно относились, потому что я сын, такого я не встречаю особо. Почему? Потому что люди в основном, они во-первых, когда отец погиб, к нему многие изменили отношения в лучшую сторону. И второе, что люди, они понимают в основном, что сын это отдельная личность. Сейчас многие дети разных деятелей, бизнесменов, чиновников попадают под санкции. Ты считаешь, что это справедливо? Как ты думаешь? Вот то, что санкции накладывают там и на детей, вот на Сашу Фридмана наложили санкции, например. Я считаю, что это однозначно несправедливо, то есть прям однозначно нет. потому что, конечно, это недопустимо, что на человека просто так накладывают санкции. Другой момент, что у меня в целом есть мнение, что многие санкции, они несправедливые, даже и те, которые, так скажем, не на конкретных людей накладываются, а в целом на россиян. Но это уже немного другая тема. Как предприниматель, еще и с математическим складом ума, что бы ты поменял в России, чтобы она расцвела? Вот, что бы ты поменял? Я думаю, что вот самое основное, что нам надо в нашей стране сделать, ну, это вот моя мысль, это, во-первых, уход от сырьевой зависимости, а второе, опять же, это связано с моей предыдущей деятельностью, с криптой, да, нам надо развивать у себя в России криптовалюты и эту сферу, потому что у нас есть возможность стать мировым центром этого. Я даже готов объяснить за счет чего, потому что, например, если мы говорим про майнинг, то у нас очень дешевая электроэнергия и реально есть возможность стать мировым лидером в этой сфере, а за майнингом подтянется и все остальное. Но это расшатывает финансовую систему страны. В США же тоже проблемы с криптой, и крипта расшатывает доллар, да, и чего боится ЦБ, то, что это будет конкурентный инструмент рублю, то есть это получается, что чья власть-то получается не банков, а владельцев этой крипты, каких-то там интересантов больших, или я неправильно рассуждаю? Ну, я считаю, что может быть это и правильно, что у банков будет меньше власти. Почему? Потому что на банке сейчас очень массово накладываются санкции, ну, опять, что мы знаем, даже тот же Альфа-банк, ну, раз вы, раз ты упомянул Фридмана, да, и деньги часто в банке оказываются заблокированными, а когда деньги в крипте, то они абсолютно свободны, и может быть это и правильно, что уменьшение власти банков, другой момент, что необходимо понимать, что до конца власть у банков не пропадет, все равно, потому что официальные платежи, они все равно важны. Но вообще, конечно, развивать криптовалютные платежи тоже было бы важно, в том числе и для того, чтобы Россия была менее зависима от санкций. Ты инвестируешь куда-нибудь в свои накопления, пробуешь себя в каких-нибудь инвестициях? Я сам проинвестировал свои деньги в майнинг. Это значит, что у тебя есть несколько установок где-то стоят... 50 штук. 50 штук. У тебя 50 майнеров, в Иркутской области или где-нибудь? И как генерят доход? Расскажи, что изменилось? За последний год такое было падение биткоина, колоссальное. С 2018 годом, конечно, не сравнится, но все равно серьезное. я жду его роста. То есть биткоины майнятся, копятся и ждут своего часа. Потому что... Ты играешь в долгую, да? Да. Потому что инвестиция в биткоин, она требует того, чтобы ждать. Почему? Потому что биткоин в исторической перспективе только рос исключительно. Но было много падений. То есть там кривая примерно такая. понятное дело, что если на нижних точках продавать, то будет убыток. Продавать надо на верхних. Терял деньги на крипте? Ну, что значит терял? Пока биткоин не продан по низкой цене, деньги не потеряны. Согласен. Когда ты последний раз дрался, Антон? Было такое у тебя? Ой, последний раз дрался, но, наверное, я кикбоксингом занимался. Где-то до 25 лет. Вот там был спарринг, дрался, да, было. Ты когда-нибудь напивался в стельку? Да. Что был за случай? За какой-нибудь из них стыдно или нет? Ты мог что-нибудь вытворить такое? Необычное. На самом деле я готов об этом случае рассказать. Это было... Я напился в стельку один раз в жизни всего лишь. И это было в 15 лет. И если коротко, то это была такая подростковая выписка. И поскольку я наслушался интервью моего папы про то, как он мог с Ельциным бутылку водки выпить, я в 15 лет тоже на одной подростковой вписке решил выпить сначала 150 грамм виски, а потом еще 450 грамм водки. И я могу сказать, что я ничего там не натворил, а я просто провалился в такой глубокий сон. И, кстати, что важно, проснулся в 8 утра в квартире мамы, потому что мама меня с этой вписки забрала. Какие у тебя с мамой отношения? ты не считаешь себя маменькиным сынком? Ну, я бы сказал, что нет. Она принимает много решений в твоей жизни? Я бы сказал, ни одного решения она не принимает. А у нее какие в принципе воспитания? Про папу ты сказал, вот про маму. Ну, мама действительно обо мне очень много заботилась. И, конечно, она менее была за свободу, но в целом она тоже за свободу. но она защищала вас как могла, потому что и так сколько можно свободы, я просто не представляю. Это должен быть очень крепкий тыл. В завершении нашего интервью, Антон, хочу тебя спросить, какие вообще планы на ближайшие пару лет, что ты видишь в своей жизни? Знаешь, очень здесь красивые декорации. Так обратил внимание, почему? Согласен. А тебе какой больше нравится из этих барабриков? Мерлин Монро. Совет по парту, да. Но в ближайшие два года планирую развивать свой бизнес и планирую, конечно, как можно больше изучать разных языков, чтобы быть максимально интернациональным человеком. В своем инстаграме ты ролики сам придумываешь, озвучиваешь, делаешь? Озвучиваю да, монтирую нет. Почему ты стал это делать? То есть вот эти интервью записывать? Дорогие мои зрители, давайте сейчас посмотрим на восхитительный район Дубай-Харбор. Дубай-Харбор это район, часть легендарной Дубай-Марины, только Дубай-Харбор это самая его элитная часть. Клиентов искать. Получается на них? Да. Кто-то клюет на такие ролики? Ну да, люди пишут. Какая у тебя самая крупная была сделка? Ну, где-то миллиона на 3 долларов. Круто. И у тебя комиссия 3-4% да, Ну, там половину агентства забирает. Когда ты первый раз заработал деньги? В каком возрасте? Ну, во-первых, когда книгу написал, а потом в 13 лет продвигал сайты. Прикольно. Ну, что, спасибо большое за это интервью, Антон, с тобой было дико интересно. Классно. Спасибо.